Марш-бросок на 10 километров, полоса препятствий и рукопашный бой на последнем дыхании. В Мордовии прошли всероссийские испытания Управления службы исполнения наказаний на право ношения крапового берета среди бойцов отряда специального назначения. Наталья Тюрина и Андрей Просверкин пробежали многокилометровую дистанцию вместе с подготовленными бойцами. Эти сотрудники УФСИН, которые приехали из 60 регионов, знали, насколько сложной будет сдача. На первый этап этого экзамена на смелость допустили только 51 бойца. А хотели попасть сюда в два раза больше. Марш-бросок, по грязи, под взрывы и выстрелы – это уже психологическая атака. Пошли, 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 жилей, 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 жилей. Сумки с противогазами нужно беречь. Если хоть что-то случится с ними, то снимут просто баллы. На 10-километровой дистанции кто-то сходит сам, кого-то снимают за промахи. Профессионалы-инструкторы налегке бегут рядом. Бойцы в полной разгрузке и в боевом снаряжении выполняют задания. Лечь, встать, ползти – полное погружение в реальные боевые условия. Считается, что сдать в Мордовии сложнее всего. Но после отмены региональных испытаний сотрудники ждут единственного в году объединенного выхода. Условия для всех единые. Все, кто вышел на старт, те, кто прошли входной контроль, они практически все были достаточно серьезные претенденты. Просто во время прохождения трассы, марш-броска, были объективные причины. У многих даже, не по физическим каким-то состояниям. Где-то оружие, экипировку не сберем. Вот. То есть такие еще были моменты. Ну, а те, кто сошли с трассы сами, вот, это уже, конечно, были уже не претенденты. После марш-броска изботные спецназовцы проходят полосу препятствий. Никаких поблажек. Помог себе, помоги товарищу. Эта полоса в Мордовии считается эталоном для тренировок. За домовой завесой толпы зрителей наблюдают, как спецназовцы владеют навыками ведения боя в городских условиях. Вылететь с испытаний можно за любую ошибку. Могли снять за захлинившее оружие или при штурме высотного здания. На стрельбище из 50 бойцов остались всего семеро. Они смогли дойти до рукопашного боя. Это зрелище не для слабонервных, подготовленной и не уставшей инструкторы. 12 минут испытывают спецназовцев. Устоят или нет, все семеро смогли. Участники из Сибири и Поволжья. В каждом этапе хотел уже сходить. Но сила воли переборола. Денис Чекуров из Мордовии. Теперь 15-й краповик в спецподразделении Гепард Мордовского УФСИН. На вручении краповых беретов сотрудники едва сдерживали эмоции. Оказалось, что им под силу преодолеть и испытать себя. Краповый берет для многих так и остался несбыточной мечтой. Наталья Тюрин, Андрей Просверкин. Наши новости. Зубополянский район. Республика Мордовия.